Ну что ж, друзья, всем привет, новый день Blast Showdown начинается, с вами студия Майнкаст, канал Винстрайк, у микрофона Друг и Дедайс, и вчера катки очень сочные были, особенно вторая, третья, там и Сурус едва ли Фурию не выбили, это вообще сенсация такая была, что просто мамма миа. Сегодня у нас, друзья, Готсент играют с заменой, Кристалл ушел, взяли Эмми, честно говоря, шило на мыло, как по ощущениям. Ну, надо смотреть на практике, так-то может и не все, не все так однозначно. Я вот как бы смотрю по результатам, которые были в контактах, ну не совсем понятно эта замена, ну ладно, посмотрим, может он как капитан, да, будет там себя проявлять как боженька, и как бы тут Дедайс такой сидит и извините потом говорит за вот это вот шило на мыло и так далее. Друзья, мапвета у нас уже готова, Инферно первая карта, далее карта Трейн, первый выбор Готсон, потом Мау Спортс выбирали, ну и Десайдер, что у нас, Нюк, может какой-нибудь сыграем. Да, Нюк, Нюк, Вертига банится, ну на Вертига Мауза вообще не играют, я смотрю, да, две карты, оверпасс тоже, их не интересовал, поэтому сразу в бан отлетает, то есть все в принципе по стадии мапвета было очевидно. Готсенд играли больше карт, безусловно, если посмотреть на их процент, там побед, сыгранных матчей, конечно, у них пул пошире гораздо будет, но там, так, давайте, да, во-первых, по поводу кэфов, которые париматч дают на этот матч, 1,4 на Мау Спортс и 2,8 на Готсенд, ну просто Х2 по отношению к команде Готсенд, веры мало. Я тебе скажу, как Готсенд вообще прошли на этот турнир, они как бы героек не выпустили. Ну, да, да. Там они играли турнир такой, две путевки сюда разыгрывалось, и вот как раз Готсенд 2-0 героиков закрыли, причем дважды камбэкали, и то есть герои, которые, ну, казалось бы, на бумаге, здесь команда, которая однозначно должна быть чуть ли не в первой, да, стадии, ну, по данной игровой форме, Бласта, ну, или хотя бы Шоу Дауни. Не там, не там их нет, Готсенд, красавчики, в общем-то, посмотрим, что могут против мышек они противопоставить, по ощущениям могут, если честно, несмотря на эту замену, в принципе, там, ну, игрок, как я уже говорил, ну, по стрельбе, да, если судить, то плюс-минус одно и то же с Кристалом, но, возможно, колы будут более хорошие для команды, а вот, в принципе, по игровой форме Мау Спортс сейчас, ну, очень слабенько смотрится. Они вот предыдущий турнир сыграли, да, они там отжимали карту у Астралис, потом разваливались на третий, до этого там тоже у них вроде бы все неплохо было, но по итогу все равно серию выиграть мышки не смогли, и то есть это хороший такой шанс на психологическом уровне у Готсенд завладеть каким-то преимуществом, надавить и, возможно, ну, в общем-то, легкую катку себе устроить. Просто, знаешь, на Мауз Офф смотришь и смотришь на их оппонентов, и, не знаю, честно говоря, у меня тут не луз стрик, но, в целом, из пяти последних серий они одну только выиграли против команды БИГ, тем не менее, тем не менее, какие оппоненты играют против команды Мауз Спортс, в какой лиге, собственно, выступает именно команда Мауз Спортс, да, и если мы посмотрим на оппонентов Готсенд, то это, ну, далеко не всегда топовые коллективы. Это такая аналогия, как вчера Спраут играли. Не такая, ну, конечно, конечно. Друзья, кайфы, кайфы у нас на первую карту, 3.45 на Готсенд и 1.28 на Мауз Спортс, и, конечно же, баннеры по трансляции, по которым вы можете получить 100% к вашему депозиту. Так вот, Спраут, они, ну, вот, постоянно, да, там, где-то в тир-2, скажем так, играют Готсенд же, постоянно выступают на тир-1 уровне, то есть, ну, против Мауз Спортс они уже не единожды выступали, там, вот только за последние пару месяцев дважды они встречались, и дважды Готсенд закрывали их 2-0. Вот в чем дело. Да, есть такое, есть такое. Ну, так, в общем, не знаю, у меня, честно говоря, Вера, ни, никоим образом не подпорчена в тег-мышек. Да, 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 это, как бы, великий тег, и, в общем, я думаю, здесь, не знаю, я согласен, вот с тем, что дают по кэпам, честно говоря, я согласен. Ну, опять же, моя экспертиза, это просто... Не, ну, на бумаге, вот, да, наверное, мышки должны быть посильнее, но вот личная встреча, игровая форма и так далее, так далее, так далее, это все может сложиться вот в очень неприятный такой большой кусок для Мауз Спортс, который они не смогут проглотить. Ну, может быть. Кусок сыра, получается. Кусок сыра, получается. Ой. И вот, возможно, Готсенд станут той самой мышеловкой, да? Ой. Как мы тут закрутили. Так, экономически, друзья, тем временем для Готсенд, у нас здесь два дегла лишь имеются у них. Так, давай поделимся на старте. Для тебя они Готсенд, для меня они Готсенд. У тебя есть стопроцентная... Информация? Да, да, да. Без понятия, на самом деле. Окей, тогда давай каждый по-своему. У тебя свой... Я думаю, слух это не режет зрителям. Окей, да, все, хорошо. Я думал, может, ты знаешь стопроцентно, что это Готсенд, тогда... Окей. Просто мне очень удобно Готсенд их называть. Всегда, во всех тегах. Так, ну, ладно. О чем мы вообще, собственно, разговариваем. Второй раунд для Моузов. Керригана потеряли только и все. Ну, бай, безусловно, у Керригана будет. По экономике все великолепно. После пистолетки видим, что Моуза... Ну, просто уничтожили, конечно, на втором раунде своих врагов. Дмитрий, ты видишь эту полоску? Какую? Вот на игроках, которая. Или это только у меня на экране? Да, у меня тоже есть. Да? Да, есть, есть. Это, наверное, да, в эфире какой-то. Странно, странно. Выглядит, как царапина на экране. Да, да, да. Сейчас все свои мониторы люди начинают протирать. Ребят, у вас там монитор поцарапался. Или, как говорит Федя, к вам напишите в чат, видите ли вы полоску. Давайте посмотрим, сколько нас. Или там... Давайте узнаем, кто выиграет. Напишите в чат. Я тебе, конечно, заводила. Тамада в чате вечно. Раунды вайсные, друзья. Кануне у нас закупили 5 калашей себе Годсанд. Робс уже делает энтрит. Тут размена Дзена мгновенная. Но Пимаса здесь, судя по всему, не ждали. Как же он отлично отрабатывает еще и П-бойлеру. Керриган там остается едва ли живым на 17 хп, но с другой стороны у Эми лишь 12. Та-та-та-там. Ну, пока что не заладились дела здесь у Годсанд, откровенно говоря. Ну, два красных. В принципе, если Фарлик там сыграет, на Эми, наверное, рассчитывать в этой ситуации, как раз предвидя, то, что у него 12 хп, наверное, не очень стоит. А вот Фарлик... Ну, два красных и при этом еще два зеленых, понимаешь? Я имею в виду фуловых игроков команды Мауза. Ну, вот все, немножко почистили ряды. 7 хп, правда, осталось. Да, убили 100 хпшного Крис Джея. Вот там, понимаешь, они выходят на Фрозена, а Фрозен фуловый. Да, у него фармилка. У Крис Джей тоже был фуловый. Ну, это, ну, вот фармилочка, она прям идеально заходит против Фарлика Эми. Там 7 и 12 хп, это просто то, что... Все, зажимают, зажимают уже с двух сторон. Керриган поджал с КТ Респа. Ну, Фрозен раунд просто выигрывает. Тут хе-шка на руках есть. А время идет. Та на фонтан сейчас прокидываешь хе. Фрозен. Да-да-да, там братская могила может получиться. Поставили бомбу, ну, будет экономика. Фрозен, 1-тап, 1-килл. Даже лучше получается, денег побольше подфармит. Там с хе-шки бы 300 заработал, а так плюс 600 можно сделать. Так, ну, Эмми последний. Клач крайне маловероятно смотрится для него. За тройка отыгрывает. Там, ну, хе-шка есть. Была, точнее. В любом случае, прочитали все локации. Керриган при фаером выходит за бочки, но не угадывает. С первого раза, тем не менее, переводится и забирает еще один раунд для команды Маус Спорт. Ну, динамичное, крутое такое начало. Вот Маус Зофф с пистолетки как понеслось. Да, они очень быстро пистолетку эту закрыли. Ну, и вот, кстати, цветы такие тебя устраивают, такие подсадки. Да, интересно, интересно. Очень смотрится. Не так часто, на самом деле, это команды делают. Обычно туда бустятся, чтобы как раз там большие пески вскрыть. То есть это со стороны атаки. А в диффенсе, ну, обычно на крышу просто, да, вот в шарте подсаживают, чтобы более такой острый угол выбирать. Но тебя именно там в районе фонтанов, да, цветы вчера интересовали? Туда подсадка? Да, да. Ты очень хотел подсадку, я понял, на Б-планете. Да, как раз. Ну, может, дождемся, дождемся. Ну, посмотрим. Они любят, они любят это, кстати, да, делать. Поэтому сегодня, я думаю, данное действие мы будем лицезреть почаще, нежели вообще нет. Так, закупка, друзья, у нас от двух девайсов. Это калаш в Галиле, Мейден с Зеном попытаются сейчас раскрутить у нас маус-порт в диффенсе. Ну и три пистолета также на вооружении имеется. Там по армору себе также закупили. Единственное, что по раскидке лишь один смок и флешка имеется у них в арсенале. Поэтому просматривается. Ну, выход под Б, само собой. Там смок на Сити кладется. Ну, Крис-Джей с АВБ стоит там, я смотрю, да? Или нет, уходит, уходит. Уходит, будет с гробов отыгрывать. Мейден. Все прочекивает, видит Крис-Джей первую цель. Минус Зен. Крис Деон, друзья. Флешечка по двум. Залетело. Хороший зажим от Фроузера под флешку. Просто великолепно все вышло. Уже один игрок остается командой Коцент. Старается что-то сделать. Мартин-Стик, друзья. Даблкил оформляет. Ну, в сравнении с тем, что сделала команда и что сделал один Стика, в принципе, не поддержали просто ребятки. Ну, так, 0-4. Классическое начало для Коцент. На самом деле, в большинстве их матчей любят они начало подзакинуть. Ну, и потом уже с трудных ситуаций возвращаться. Как я уже упоминал, там игра против героиков была. И, насколько я помню, там тоже лютые камбэки были. Даже просматривал ту игру. У меня, кстати, такой же плейстайл. Я тоже люблю начало подзакинуть, а потом и вторую половину свечек. 5-10. Вот так я играю. 5-10. Коцент летели на нюке в защите. 5 они всего лежали. А потом камбэкнули против героиков за атаку. 10-5 и на топах выиграли. И на оверпайсе. 5-10. 11-2. Вторая половина. Ну, гений, что сказать. За гений камбэка. Так. Мейдану там поллица торвало. Гранаткой. Неплохо прокинули. Опять 3 игрока на банане. Восполнение стороны атаки. Снова на приеме тут. 2 человека есть от Мауспорт. На этот раз не Крис Джей. Крис Джей пошел с ВП смотреть. Выход на точку А. На шапте стоит. И смоки разбрасывают на Б. Ну, вот пока не палятся, куда будут выходить. Но бомба все равно. Бомба на банане тусит. Минута времени остается. Пока, по-моему, никакой полезной информации не собрали. Игроки стороны атаки. Ну, позиции очень хорошие. Упорников базы Б. Так, Крис Де Йонг у нас делает антрепостик. Убивает главного, скажем так, пока что. В команде Готсенд. Фарлик тройку чекает. Ну, там открываться Фрозен не торопится. Он видел немножко, да, Фрозена? Да не факт, на самом деле. Так, Фарлик. Керриган отваливается. А вот и база Б. Хорошая позиция, говорил я. Вот, здравствуйте, друзья. Зен, кстати, сейчас может передряг на неприятную встрять. Если пойду до конца. Там с двух сторон. Зен не знает, куда посматривать. Но, судя по всему, Готсенд даже не будут ждать выбивания. По-моему, Маден и в прошлый раз, да, вскрывал так же Б. Или это Стика был? Стика, Стика даблкил сделал. Остальные просто легли, наверное, и смерить братскую. Там Фрозен просто с одного спрея всех положил. Так, ну, первый есть для Готсенд в атаке. В идеале, конечно, пойти выбить эти девайсы. Поскольку экономика, ну, очень хороша у Моу Спортс. И позволять им там делать еще два бая так точно. Это, ну, будет ошибкой однозначно. Но, с другой стороны, терять и свои девайсы тоже не хочется. Фармилок они лишились. Майден подсвапал уже МакТ на М4. Поэтому, наверное, не с руки ему будет. Плюс знают, что Крис Джей с авиком. Не знаю, хочется ли выходить сюда, выбивать девайсы. Что Крис Джей просто может мозги выбить. Мейд? Он даже Керриган не заметил изначально. Но сыграл хорошо. Однозначно. Так, коэффициенты, друзья, у нас все на том же месте. Я бы сказал, находятся 4.2 на Готсенд на первую карту. И 1.2 на Мау Спортс. Так, и друзья, у нас, не забывайте, париматч любят баловаться акциями и викторинами. В этот раз предложено угадать статистику финального дня. В воскресенье. АДР, фраги, килы, САВП и Дефьюз. Общий призовой фонд 2000 долларов. Так что залетайте по ссылке esports.pm slash showdown и участвуйте. 2кбаксов, друзья, на кону. Обязательно переходите. Так, у нас выход под базу B, друзья, на банане. Фарлик, какой обидный промах. Да. Ну и наказали тут же. Такое нельзя прощать, собственно, поэтому Фарлик уже в следующий раунд отправляется. Крис Джей держит банан. Крис пока отыгрывает очень уверенно. А его соло оставляют и здесь все в порядке. Одна смерть всего лишь за 5 раундов. Да. И в принципе здесь печали он, ну, не должен знать. Играет аккуратно на прочек, Мейден. Ну, увидит он там Крис Джей и что дальше. Это никакой вообще информации не даст. Эмми пока что, друзья, 0-4 у нас идет. Да, Эмми чисто за информацию отвечает. Бомбу под А несут. Крис Джей все еще остается. Смаком еще и закрыли. И на А готовится выход. Стика проверяет бески. Стика получает от Бимаса. Робс в это время где-то Эмми нашел. Уничтожил. И Мейден остается в соло. Против пятерых. Шансов, в принципе, 0,0. Может какая-то встреча с тем же Крис Джейом. Конечно, увидеть бы его. Попробовать выбить АВП. Неплохо бы по экономике ударило. Но Крис Джей просто уходит на точку Б. Поверяет катаресп. Ну и понятно, что некуда уже выйти. Бомба есть. Бомба лежит на А. Да, 1,5. Моу Спортс, в общем-то, не отпускает Годсанд вперед по набору раундов. Сразу же возвращает должок за раунд предыдущий. Ну и, в общем-то, в защите пока у Моу Спортс все хорошо. Вспоминаем, да, тот самый неудачный Инферно против Астралис. Против Нави, на самом деле, не вспоминаю. Первую сторону ужасно. Там 2.13 или 3.12 заливали. А потом камбэкали и едва ли там до допов не довели. Там Симпл просто что-то анбеливый был, просто сделал. При счете 15.13, по-моему. Или 14.13, что-то в этом стиле. Так. Черная перезакупка. Фарлик на Авике. Вот это, кстати, интересно сейчас будет посмотреть. Он, в принципе, когда с Копенгаген Флеймс перешел, очень хороший перформанс начал демонстрировать. И, в принципе, ну, марку держит. Хорошего игрока. Так что ждем от него хайлайтов. Так, Эмми. Ну, вот, новичок, да, друзья, у нас еще в команде есть. Пока что 0.5. Не показал, в общем-то, еще себя. Не проявил. Но еще, я так полагаю, будет у него время. Это сделать. Так, Эмми. Вообще, Эмми, по-моему, еще когда-то давно. Вот сейчас по командам я посмотрю. В All-Lions он играл с Хантером, правильно? Да. Только вот Хантер уже в G2 перешел, а вот Эмми судьба завела в Готсенд. Ну, тоже неплохо, на самом деле. Бывает. Ну, разбросала жизнь, ребят. Да. Так, паузу, друзья, у нас здесь. В атаке Готсенд выдерживают театральную такую, но эта раскидка под аплэн будет. И, в принципе, вот комбина у MoSports очень сильная подсматривается. Если Робс не сыграет, а он играет. А Робс по-твоим. А Робс по-твоим отыгрывает. Как же жестко настреливает. Бимас также оформляет фраг. Этого уже более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортную ситуацию. Там Керриган сидел, уже ждал. Робс, там третий фраг. Это вообще, это что-то незаконное. Я хочу повтор. Главное не отпускать кнопку мышки, и все. Ты же видишь, бегут. Бегут на прицел. Внимание, повтор, друзья. Выбежали на прицел просто. Просто стика Hello everybody, говорит, я на месте, на балконе. Ох. Ну, Робс любителю здесь хайлайты поделать, как опорник. Пока очень железно играет. MoSports просто не выпускает вообще ни на какие точки. Один единственный выход, один раунд, который вы видите за сторону атаки. Это все, что получилось. И по количеству смертей тоже, если обратить внимание, у MoSports все, ну, невероятно стабильно хорошо. Крис Джей все еще имеет одну смерть. Как бы восьмой раунд на экранах. Крис Джей умер единожды. Так, агенты Джеймс Бонд у нас будет или не будет? Вот Эмми очень близок к этому. Он мне на Росомаху, кстати, похож. С фильма. Может быть. Который перестал сниматься уже и... Ну, и Спортпит давно не ел. Так, Бима, Сроп, друзья, здесь укладывают просто в коротком. Всех абсолютно фарлик на одном хп долго тоже не живет. Зен последним остается. Ну, слушай, как-то Годсон безалаберно пока что действует. Я тут нахваливал. Короли камбэка. Ну, кстати, они вот себе ситуацию для камбэка и создают. Не будь же они пистиками камбэкать. Ну, они такие, ну, слишком легко там с 0.5, с 0.4 возвращаться. Давайте-ка посложнее нам ситуацию. Так, агент 0.7 на месте, друзья. Да, и в остальных, на самом деле, дела там не особо лучше обстоят. Там Зен 1.7, 2.8 у Стика. Да, умирают просто в каждом раунде. Я пока что идей хороших не вижу, если честно. Они вроде бы и выходят, но при этом так, ну, легко, я бы сказал, чекают. Знаешь, не до конца как-то. Я мне что-то в настройках ковырялся. Не нравится им. Визуал не нравится Counter-Strike. Крис Джей. Я так полагаю паузу. Очень доволен, я думаю. Таким началом, таким стартом. Ну, вот, собственно, примерно это, да, вот такую стабильную игру от маузов все и ожидают. И ты когда смотришь за этим коллективом против ультра-грандов, да, против там Виталити, которым при этом мауза создают проблемы. Ну, равных команд мы видим. Да, против команды Астралис, там, конечно, да, конечно, фаворитами выступают другие. Ну, вот, не знаю, почему-то мне кажется, что в игре против Гонсент фаворит, безусловно, именно мауза. Не, вот ты говоришь, что выступают фаворитами другие. Они фавориты, но номинальные, на самом деле. Там, ну, по факту, мауз Спортс не настолько ниже, нежели те же Астралис или Виталити. Тут немножко где-то фактор удачи может сыграть. И, ну, не знаю, там, опве там могут еще мышек перебегать. Я о том, да, что в заблуждение не вводили результаты последней маузов. Ну, как бы, а кто не проигрывает? Ну, G2 1-2. Кто Виталити не проигрывает? 1-2 G2 проиграть. 1-2 Астралис. То есть, борьба, борьба в любом случае была. Ну, реально, кто Виталити не проигрывает? Как бы, Виталити забрали последний турнир. То есть, им все проиграли, кто с ними встречались. Ну, как бы, поэтому, ну, безусловно, безусловно, оппоненты очень мощные. И вот практика, да, в 6 игроков. Писал я в Твитере у себя, что, ну, когда команды остальные к этому придут. Что вот замены между дартами. Да, ротация, ротация. Это очень круто. Да, 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 это здорово, это здорово. Это здорово, эта тема поднимается и в других дисциплинах, и неоднократно это. Ну, потом будет пауза, расскажу. В доте вообще, мне кажется, отлично. Пик сделали, игрока поменяли, там кто-то где-то на ком-то лучше играет. Хоп, все, играем, отлично. Ладно, друзья, выход под базу Б у нас начинается. Мейден уже прогорел на 42 хп, 3 хп у него по итогу остается. Крис Джей пока что отходит обратно. Керриган забирает Мейдена. Керриган на кафеле по итогу больше минуса дать не сумел. Но два опорника все еще имеются под базой Б у нас. Втроем Годсон будут выходить уже, судя по всему, до конца. Перетяжка Сапланта уже идет. Бимас в паре с Робсом. Крис Джей пытается находить, но по итогу Фрозен справляется полностью со своими обязанностями. Стика последний по голове. Фрозен к нему отрабатывает. 1-8, а у Спорт, друзья, уже обеспечили себе хороший результат в первой половине. И в принципе этот выход, ну, казалось по старту этого выхода, что сейчас все получится. Но по итогу мы видим, что Фрозена за тройкой в принципе там снести не могут. Уже далеко не первый раунд, он делает хайлайты. К вопросу о Доте, дорого, очень дорого. Это было бы топовым коллективом держать игроков. Особенно в условиях карантина, в условиях отсутствия ланов и не таких мощных призовых. Как бы держать действительно топовому коллективу на пешеной зарплате. А зарплата очень большая. Итак, по кэпам. 1-72 на оверт 22.5 и на андер 2.05. Дает париматч. Ну и амбиции, в конце концов. Не можешь ты топового игрока на лавочку посадить. Да, да. Ну, мне кажется, в Доте это слабо представляется. Я думаю, в Астрале топовый игрок залетел бы шестым. Такой, ладно, окей, посижу. Ну, слушай, Невера пришел, вот как бы молодой, при этом, когда его выпускают, перформанс просто на высочайшем уровне. Там топ-3 турнира он, по-моему, занял. Да. Какие вообще вопросы могут быть? Просто, конечно, молодые амбициозные игроки, вот, по-моему, даже хороший пример это ГПК. Недавно, чуть-чуть мы от темы отошли, но тем не менее. Когда его вернули назад, там были проблемы с контрактом, вернули и посадили якобы на баночку. Это в гамбитах, да? Да, в гамбитах, да, да. Он просто написал в своем твиттере, все, фуллтайм стример, до свидания. И просто пошел стримить. Такой, я, ну, не принял такие условия игры. Так, и, друзья, у нас здесь выход под базу Б. Уже продолжается ХАЕшка, какая сочная. Прилетает и вторая туда же, Frozen Robbs. Просто забомбардировали здесь абсолютно всех. Абстрел. Абсолютно всех, просто артиллерийская атака. Жесть какая-то. Притом, ну, вот, разговаривали про доту, да, и так далее. Я тут смотрю, ну, вроде бы, made in frag сделал. Думаю, ну, сейчас тут мясо будет. А тут по итогу мясо превратилось. Причем такой жаркий шашлык сделали. Это вот красная... Well done, well done просто. Даже не рейр. Красная зона в Royal этих... Господи, забыл, как жанр игры называется. Royal Battle. В Battle Royale, да. В Battle Royale. В Battle Royale. Королевская битва, в общем. Royal Battle это какой-то сэндвич от McDonald's новый. Royal Battle. Просто они реально в красную зону наступили и разорвало сторону атаки. Но пока, пока Мауза вообще не дают шансов. Реально какую-то передышку может взять, может попробовать взять паузу, но... Это тоже, ну, слабо представляется, что это исправит. Просто вот это мне очень напоминает то, что мы вчера смотрели, когда Спраут играли со своими оппонентами. То есть, просто без шансов. Ну, именно старт. Старт очень похож. Керриган. Хороший прием на длине. Есть уже фраг. Как бы минус зен. Эмми там немножечко просел. Стико забирает Бимаса. Наконец-то. Размен у нас под Аплантом произошел до ситуации, когда уже один в четыре кто-то остается. Эмми. Ой-ой-ой, это незаконно вообще было. Так, ну и Робс. Ну Робс на электронике. Хотя тут две позиции уже электроника. И балкон электроник, и большие пески электроник. Вспоминаем, да, те самые хайлайты. Когда в Молик просто Элик вышел. В общем-то, всех там Денис похоронил из Астралис. Так, Робс. Подбойлер открывается. Мейден. Сочно-то ставят. А вот и Аплант скрыт. И, судя по всему, Готсенд наконец-то... Ну, все, пора камбэкать. Надо, ребят. Надо, ребят. Ну, хотя бы одну карту взять. Один раунд еще взять. Ну, два, тринадцати. Стриковать просто Мауза не дают, понимаешь? Вот постоянно. Ну, один мы увидим. Постоянно. Пока в ста процентах случаев, пока сразу же на взятый раунд отвечали еще одним стриком. Я вот верю, что если Готсенд за пятерочку вцепится, вот прям смогут камбэкнуть. Вот прям вера есть. Статистически это подтверждено. Поэтому не исключаем. Четыре. Ну, четыре еще может быть. Там какой-то процент остается. Если три и меньше, это... Не, ну это, друзья, вторую карту уже можно будет подбежать. Посмотри просто на экономику Бимаса. Это что? Это допы он играет? Да, сейчас. Гранаты просто купил на допах. Пятнадцать семьсот на руках. Просто на смачок один потратился. Ну, это жесть. Пятнадцать семьсот. Это вообще честно. Это незаконно, мне кажется. Шестнадцать. Все нормально. А у Римас, друзья, Пипирас. Бимас. Самый рич просто. Самый рич. На этой карте. Ну, забавная же фамилия. Почему ее не произнесли? Да, да. Это фамилия была? Да. Я просто не шарю по именам. А, ты думал... Не понял. Ты на меня смотришь и договоришь? Окей. Окей, как скажешь. Так. Кто он по национальности? Бимас? Да. Господи. Я вот не помню, что это за флаг. Я тоже. Все. Так и решили. Так. Выход, друзья. Очередной Готсенд по центру карты. Бомбу все еще оставляют. Бимас. Бимас. Крыша. А вот не чекают изначально Готсенд эти подсадки. Из-за этого очень больно. Им приходится стика. Какая голова по Крис Джею. Там Бимас также отваливается. Ну и что? Робин Кооль, друзья. На 73 хп остается в нычке. Но сразу же ливается в позиционки. Еще фарлика попутно настреливая. Так, ну и 3 в 3 ситуация. В принципе, неплоха. Для Готсенд за бомбой надо сходить. Мартин Стик именно этим сейчас и занимается. Так, ну и фарлик в авангарде атаки. С авиком. А там подсадка или нет? Или он просто на сети сидит? Там не видно, друзья, точного местонахождения Фрозена. Есть же. Есть же, наконец-то. Увидели, друзья, и сейчас Фрозен. Работает подсадка. Просто сердечко порадовали. Дайдайся. Да. И еще больше порадовали тем Готсенд в кавычках, что не чекают. Обычно это при фаером скрывается. А тут фарлик 12 хп у него. Ну что делать? Три фрага с подсадки. Просто работает же. Работает. Ну вот, профессионалы подъехали. Сразу игра пошла с этими цветами. Друзья, тяжело в игре, а легко после нее, когда в руке безалкогольный Бадлайт. Ну здесь Готсон там... Ну что здесь? 2.10. Ну очень тяжко играет он. Очень тяжко. 2.10 и перспективы очень туман на завершение половины карты. Экономика там далеко не блещет. Только что АВИК выбили из рук фарлика. Ну то есть все... Все не очень, действительно. И что по денежке? Ну есть. Нет, там бонус уже просто космический. Хороший, да, но все равно. Каждый раунд, который они не забирают, сейчас уже становится критичным фарлик. Прекрасно за бочками находит Крис Джея. Так, Эмми. От Эмми импакта вообще пока что мы не видим, друзья. Один фраг, я вот помню, он как раз на ребрах там перестрелял. По-моему, Крис Джея как раз. И в принципе все. 1.10 стата. Момент, кстати, да, по поводу Крис Джея тоже пару слов хотел сказать. Я обратил внимание, когда у него 6-1 был счет. Все поменялось вот в худшую сторону 6-5. То есть это говорит о том, что 4 раунда подряд он просто умирает. Не делая вообще никакого фрага. Керриган забирает. Команда справляется. Команда справляется. Поэтому в принципе там ни на одном Крис Джея. Крис Джея вообще не знаю, сколько он уже лет в Мау Спорт сыграет. Мне кажется, вечность. Вот в Мау Спортс сначала родился Крис Джей, а потом создалась команда Мау Спортс. И вот в принципе он с нее никуда не левал. Вот так по ощущениям. Сейчас даже посмотрю статистику, с какого года он в этой команде находится. Просто у человека с 2013 года вот одна команда. Ну как же это красиво смотрится. И кубки просто там. И кубки, да, действительно. Достойно, достойно. Крис Де Йонг. И вправду здесь самый олд. В этой команде. Ну, 7 лет у нас, не знаю, далеко не каждый может похвастаться. Да, есть коллективы, которые там 7 лет вдвоем, втроем вместе играют. Там те же шведы, те же TSM, они же Астралис. То есть там Дюпри, Девайс и Zipix. Это троица там уже тоже долгие года вместе. Ну и само собой шведы, имею ввиду, конечно же Фнатиков, которые вроде бы там и расходились, там и Флюша в Cloud9 успел поиграть, и там и в Гоцентах у них там какие-то рокировочки были. Но тем не менее, все равно вернулись и катают вместе. На третий раунд забирают. 3-10 становится счет. В общем, может и правда получится выйти все-таки на... Экономически у Маузов все хорошо, все под контролем. Правда, Крис Джей вот эти... Как тебе кайфы, Дмитрий? Нормально. 11 на Гоцент. 11 просто. Дает париматч. И 1-0-2 Маус Спортс. И, конечно же, баннер, друзья, по трансляции, по которому вы можете получить 100% к вашему депозиту. Хаешки. Просто там бомбардировка, друзья, идет полным ходом. Керриган единицу уже пушит, Зен его встречает. И Фин Андерсон, друзья, оступился. Но здесь имеется крышка. Какой же прострел. Ставит сочный по Мейдену. Постоял у стеночки, говорит, ребят, я тут за углом, подожду-ка. Вернулся, просто, понимаешь, ну, деньги поджимают уже Крис Джей. У него не было бая, если проиграли бы раунд, и он опять бы никого не убил. Просто бая не будет на следующий раунд. А там Бима с Робсом как бы раздропываются. Ну, раздропываются, но все равно. Когда ты идешь 6-1 за 10 раундов, ну, извините. А тут он просто по кулдауну умирал. Вернулся. А бомба стоит на точке Б. На гробах Зен, Стика под ними. Не пускают с КТМ. Команду Молспорт. Тяжело очень идти. Ну, планируют все-таки выбивать. Правда, 3 в 4. Ситуация явно не в пользу. Мышей. Криджей ищет, конечно, ищет. Какое-то тельце, чтобы просто минус сделать. Таймер уже не успевает, в принципе, и выбить, и задефьюзить. Криджей надо бы по-хорошему оттуда уходить. Нет, его просто выгоняют патронами. Забирают всю команду Молспорт. Все погибают. Единственный в живых остается Фарлик. У него при этом еще авик был. Так что это хорошо. В принципе, классный раунд получился для Гадсен. Да, ну и вот возвращение, да, в эту карту у них присутствует. Казалось, там все вообще печально. 2.10, а тут уже и на 4 замахнулись. Возможно, и 5-ый доберут. Ввиду того, как раз, что... Ну, экономика там вроде есть с раздропом, но опять-таки на авик не хватает средств. И Криджей придется на кольте поиграть. Роб, статистика просто шедевральная. 17 на 5 просто идет. Робин Гоаль. Так, Фарлик. 43. У него остается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Летучий Фрозен отлетает. Также минус Криджей. Летучий Фрозен. Летучий Голландец Криджей. И просто вдвоем падают от одного авика. Как же Фарлик делает красиво. Мейден. Керригана также вскрывает. И вот Гоцент могут сейчас выйти на те самые комфортные ну, раундов 5. Ну, как бы 5 и могут. Ну, и хорошо. 5-10. Ну, то есть, ситуации, когда вы вообще летите в пропасть. Здесь и 2, до 10-ти 5 дойти. Ну, и скорее всего, они заберут 5-ый для себя. Ну, должны, должны. Там спина от стика будет очень много внимания на себя от Бимаса привлекать. Ну, Фарлик просто сделал этот раунд. Полностью. Да. Открыл точку Б. Ну, и на Б получается все. На А нет, на Б нащупали свой плейстайл. Печаль просто в том, что заканчивается сторона атаки. Было бы раундов 30 в каждой половине. Возможно, бы Гоцентом на паритет бы какой-то вышли. А так, друзья, да. 5-10. И вот денежки как раз у моего спорт закончились, когда, в общем-то, раунд 15 был сыгран. Ну, Фарлик, реакция. Хороша. Хороша. Потом Крис Джей просто такую получил плюгу в лицо. Так. Ну, и паза, друзья, у нас между половинами. Ну, в принципе, Гоцент за пятерку вцепились. Мне вот интересно, наверное, будет прочекать, что там вообще по встречам, какие карты игрались. Насколько они были близки. Так, Инферно не было, кстати, между этими командами. Творим историю, фактически. Да. Ну, вот играли у нас против Фейс Гоцент. Выигрывали, кстати. Но там 10 в атаке Гоцент играли. Против Астралис 3-16. Ну, смотрится слабенько. Против БАГ 8-7-8-7 по половинам. Ну, Энс еще выигрывали. Там 4-11 в атаке. То есть Гоцент, ну, не факт, что смогут. Потому что, в принципе, статистика 66% выигранных раундов за сторону атаки берется. Ну, да, да. То есть в защите там неполный порядок. Так что, вроде бы на 5 вышли, можно камбэкать, но опять-таки на морально-волевых скорее. Хотя, вот у мышек, я смотрю, там вообще статистика 50 на 50. Им вообще без разницы, за какую сторону играть. Ну, и это, конечно же, плюсом является для Моу Спортс. И так, и так. Ну, и да, пока стрик, да, по картам команды Гоцент. 4 на 0. Там статистика получше, да, у них будет. Ну, это именно против Моузов, да. 4 карты последние забирали. Не, и по карте Инферна тоже, вроде бы, там, Моу Спортс винрейт пониже явно будет. Да, там 54% против 62, при том, что сыграно одинаковое количество карт. Там по 13 они сыграли за последние 3 месяца. Гоцент стата чуть получше. Опять-таки, хотелось бы, наверное, сказать про разряд соперников, но при этом, опять-таки, я уже упоминал. Там Гоценты против Астралис и против Фейс рубились. В БАГ, там, в БАГ 15-19 сыграть достойно. Фейс обыграть. Против Астралис 3-16, но мышке тоже не без греха аналогичная ситуация была. Вот, буквально недавно, поскольку они там проиграли. 3-16 тоже был еще, да. Хотя до этого у Моу Спортс был стрик из 4 побед подряд. Против Аэнс, БАГ, Астралис и БАГ. Причем БАГ они вообще 16-4-16-9 закрывали дважды на этой карте. Друзья, в принципе, камбэкать могут Гоцент. Но, опять-таки, это пистолетная серия. Это первый девайсный, выходить на 10-10. И половина все равно не очень комфортная. 10-5 они вышли на 10-5, но... Ну, конечно, конечно. ...чем не блестящий. Опять-таки, на Инферно далеко не редкость, когда за защиту камбэкают. Причем в такую нулину, что Моу Спортс не будут знать, куда себя девать. Я вспоминаю игру. Играли у нас Movie Star Riders, испанцы против Мау Спортс. Там тоже испанцы летели, и вот просто пропасть какую-то. Потом перешли за вторую половину. Они по итогу первую часть карты сыграли 9-6. Перешли за Диффенс. И там просто мышек 1-10 уничтожили. То есть у Мау Спортс может быть такой клин, что вот просто не знают, что делать. Не знаю, это в Капитане делай или в игроках. Ну, там понятно, что не выполняют как-то колы его, либо он дает неправильное решение. Кстати, вот просматривал я одно видео недавно, и по поводу финала Фейс против Клауд Найн. 15-14 счет, друзья, кто помнит. Бостонский мейджор. Просто там 20 секунд. Четверка Фейс оказывается под аплантом, и Керриган дает кол идти на базу Б через банан. Там времени впритык, и Стьюит ОК просто там разваливает, бомбу не дает ставить. Все. То есть одно неверное решение, допы, а там уже, сами знаете, друзья, допы – это новая игра. Ладно, друзья, вторая половина у нас тоже начинается. За Диффенс Готцент решает оставить Эми соло-опорника под базой Б. Ну, опасно, конечно, но наработки, в принципе, девать никуда не стоит. Не важно, там летит игра, не летит. С маками закрыли точку Б. Так, подсадка. Подсадка здесь, кстати, может и не сработать. Пистолета… Есть инфа уже про подсадку. Да. Уже поняли. И мне не очень нравится, на самом деле, позиционка Готцент. Через банан никого нет. Сити, Церковь будут выходить. И смотрится крайне слабо, я бы сказал. Эми. Уже принимают. Да, забирают Зена. Эми забирает Фроузена. Робс опять коронит Эми. Ну и все, и уже 4 в 1. Будто не выпьешь, не выпьешь никак. Так, Керриган. Там, казалось, еще через стенку, да, засчитала Робсу. Но, по итогу, это Керриган вообще с Сити там франк сделал. Вот она, прибыльная пистолеточка. Вот сейчас ситуация усугубляется очень сильно для Готцента. Я не уверен, что Готцент стоило так легко вообще банан отдавать на пистолетке. Стоило, наверное, побороться. Там вдвоем, втроем стать. Это было бы более оптимально. Попытались угадать. Ну, а Маус Спортс особо, недолго думая, просто плюс W втопили и под базу бы вышли. Коэффициенты 10, друзья, на Готцент. Немножко пониже стали. И 1-0-3 на Маус Спортс от паримач. Так. И баннер по трансляции, друзья, для вас к депозиту. Вы можете получить 100% бонусов. Так. Пистолеты на форсе. У нас Бимас 2 хп у него остается. А хаешка там еще одна присутствует. Но это у Зена. А Зен у нас, как мы видим, опорник Аплунта. Я не знаю, просто в карман залетела хае ему. На грудный причем. Сейчас просто 2 хп. Как воевать? Что делать? Ну, надо попадать по головам. Ну, может выйти, как скажем так, на мясо. Инфу, да. Первым просто инфу собрать. Откуда. Ну, там подразмен уже тиммейты разрулят. Так. Ну и вдвоем на этот раз Готцент решает оборонять базу Б. Бомба все еще не подопрана. Маус Спортс. Кэрриган отвечает той же монеты. Там оставляет красного Мейдана. Так что, в принципе, по хп ситуация плюс-минус равная. Буквально 10 хп разница. Так, ну что, собирается кошмарить базу А. Судя по позициям. Робс. А вот Стика может встреча быть. Ну, Робс должен это знать. Робс трипл килл там сделал в этой же позиции. Поэтому, ну, не прочекать ее, я думаю, едва ли сможет Робс. Выходя с ковром. Когда сам так играешь, ты, я думаю, должен, должен. Всегда. Тут и опорника уже. Кэрриган. А куда он смотрит? Все хорошо. Все хорошо. В стимбе. Зен с одним лишь справляется. Ну, там потеряшки какие-то вообще случились у опорников, мне кажется. Казалось, что втроем, ну, должны будут побольше фрагов делать. Ну, одновременно выходили просто, да, тяжело. Разбежали из глаза у защиты, по-моему. Да и у Кэрригана там тоже разбежались, но тем не менее... Кэрриган, по-моему, не видел, да, за ящиком. Да, он там распрыжку какую-то сделал. Прыгнул, да, не заметил, перевел прицел. Ну, к его счастью, и его оппонент тоже самое. Плюс-минус показал. Фарлик делает убийство Робса, но... И тот самый Димас, который по старту получил уйму урона с Хе. По итогу еще и фраг дал. И выжил. Ну, здесь Робс. Важнейший фраг по Мартину дал. Да, ну и Стика, кстати, играет против своей бывшей команды. Там просто стол у Кэрригана трясется. От радости, скорее всего. Развалил стол. Минус Стика, минус стол. Развалил Гацент, развалил стол. Да, нормально. Может себе позволить. Кэрриган всю жизнь разваливает. Да, да, да. На самом деле... Ну, сколько у нас таких олдов, скажем так, осталось? Которые там уже... Ну, с Капитанов. Ну, ЗИС, да, еще есть. Которые сейчас в клаудах. И то, как временная замена, насколько я помню. Вроде бы. Кэрриган. Да и все, наверное. Я вот даже не припомню, кто у нас вообще с Капитанов. Да, я вот сижу, вспоминаю. Чатик, ну-ка напомните, пожалуйста. Кто у нас с таких Капитанов, которые... Старая школа, в общем-то. Которые еще против Даньки Зевса боролись. Свои лучшие годы. И в его. Ну, конечно, конечно. Так, 5.13, друзья, у нас тем временем. Я, кстати, недавно, по-моему, вот буквально вчера или позавчера смотрел видос, на который Зевсу записывали все-все-все действующие лица Counter-Strike, когда он уходил. Когда он уходил на Epicenter, да? Да-да-да-да. Просто мне что-то выдало в предложках, я посмотрел. И Даня там слезу скупую мужскую упустил. Тоже. Такой легендарный. Уход был красивый. Это да. Так, друзья, вы тут никнеймы перечисляете. Ну, Олаф Мастер вернулся в фейс, допустим, там, немножко поиграть. Фоллэн вообще сейчас без команды. Хотя, кстати, ходит слух, что будет в Готсенд вместе с Фэром переходить. Там на стриме спалил. Не знаю, насколько это достоверная инфа, но вроде бы сам Фоллэн сказал, что рассматривает такой вариант. Да, тут на приеме, кстати, минус 2 уже делает Готсенд. Держит точку. Бомба выбрасывается. Амид Лев, Розен пока с ней. Будут ли продолжать биться в эту точку А, либо на Б? Время еще есть. Эмид тоже контролит выход через туннель. Тяжело. Тяжело будет пройти. Есть инфа. Знает, где находится Керриган. Не перестреливает. Мейдена Керриган. Робс, Фрозен. Что по бомбе? Бомба на спине. Ну, то есть точка Б все еще есть. Ну, нет. Решают все-таки на А давить до конца. В общем, 2 в 2. Может, получится даже поставить. Тут все зависит от того, кто первый сделает убийство. Кто будет в большинстве на точке А. Ну, Робс красный просто. 7 хп это крайне трудно будет. Здесь только Фрозен надо отрабатывать. Стика услышал дроп. Заповозку. Ну, в общем-то. Ну, выход смотрится крайне-крайне печально. Хотя, может быть, стрельба сейчас от Фрозена настолько сильно порешает. Ну, в Робса я не особо верю в 7 хп. Да, он погибает. Ну, в общем-то, Мейден делает всю работу за свою команду. 3 фрага оформляет в этом раунде. 15-13. Лучший показатель. Со стороны Готсанд. Ну, и шестой раунд в защите есть. Но здесь без стрека не обойтись, друзья. Сами это понимаете. Тут либо Готсанд набирают у раунда 3 хотя бы подряд. Либо по экономике, ну, очень трудно будет. Как раз у Маус Спортс на этот раунд есть замечательный. Там Явик у Крис Джея. Причем Крис Джея там 6-8-9 уже. Вот просто пропала игра. Но зато там Робс настреливает. Фрозен, да и все остальные тоже себя комфортно ощущают. Да, Крис Джея чисто бустанул команду. Смотрите, пацаны. Смотрите, как я не умираю. Они такие, окей, мы не будем тоже. Да. Слушай, Фрозен 17-7. Вообще, вот молодые дарования Маус Спортс очень радуют. Тот же Робс, тот же Фрозен. Ну, взяли ребят, которые, ну, были на слуху, но тем не менее, там, ну, опыта в профессиональных командах больших они не имеют. Так, Фарлик, Энтри, оставит по Керригану. Через смачок, кстати, засчитывает. Видимо, просто прочитал под пуш от Фина Андерсона. Вчетвером. Опять, опять, Энтри. Килл все-таки достает со стороны защиты. Расплетелись по карте. Пытаются собрать информацию. Ну, прекрасно понимают, да, что на Б без боя не выйти уже. Одного потеряли и... Три игрока все-таки на Банане находятся. Робс посматривает Мидл. 50 секунд на таймере. Четыре Калаша, ВП. Крис Джей, Крис Джей. Никого сейчас не увидит, потому что там по точкам просто разошлись на Б-Пленте. И с КТ тоже посматривает Фарлик. Перекрывают ему просмотр. Как раз, о чем мы говорим, положили Смоук. Мадан готов. Топают, топают. Понятно, что выходит. Мадан делает первый фраг. Робса забирает. Бимас, Фрозен смогли Эми Мейдана. Все, Плент Б чист. Через церковь, правда, Фарлик сейчас выйдет. Встретит ли его? Бимас тайминги не ловит. Топает, топает. Все понятно. Понятно, где кто они выпускают. Фарлика, Зена тоже забирает. Фрозен и Стиков соло. Стика получается убить Крис Джей. Два игрока еще на точке Б. Тоже по позициям. Положение Стика известно. Церковь смотрится. Кстати, не совсем на точке Б. Я вот сейчас посмотрел, где находится Фрозен. Фрозен вообще на банане. Тусит в это время. Да, но здесь шансов, откровенно говоря, уже нет. И очень красиво Фарлика развели. Просто байтит. Как раз игрок первый, Крис Джей. За угла, за Фонтана выстреливает. Ну и, в принципе, Банан там еще Фрозен тоже проконтролил. В общем-то, решая всех шансов на ретейк. Команда Готсанта. Стика, конечно, молодец. Попытался. Но, тем не менее, откровенно говоря, шансов было крайне мало. 6.14. Маус Спортс, ну, мгновенно забирает раунд после проигранного. По экономике, кстати, у Готсон там не факт, что будет прям полный порядок. Да, как мы видим, уже фармилка, ЦЗ-шка. По гранатам у стика вообще полный голяк. Ну да, это... Ой-ой-ой, мейт. Что за смот, дружище? Не подпрыгнул. Ну ладно. Кстати, в миде у нас интересная подсадка. Фарлик промахивается. Но имеется информация, что 2 в центре. Может, Маус Спортс, ну и, в общем-то... Точнее, от Готсон, Маус Спортс могут сейчас воспользоваться этой информацией и продавить слабую точку B. Так, фарлик. Бойлер просматривает с АВП, с короткого. Ну, слушай, вчетвером оккупировали Готсон, Таплэнд. Вот, как раз, если получится, здесь у стику первую скрипку сыграть. Возможно, все пойдет по плану. Он, кстати, выходит под базу B, где соло опорник у нас Эйми. Керриган там уже в близкую подсмок действует. Ну, перетяжка уже есть к нему. Уже, да? Забежал туда игрок команды Готсон через церковь. Вообще, 3. 3 человека. С командой Готсон смещаются. Ну, и Керриган остается в соло. А пока за бомбой пошел его тиммейт, Керриган в соло. Умирает. Ну, в размен вышел. В итоге одного забрал. Два еще стянулись. Ну, уже перетяжка на плент-а. Потому что понятно стало, что Керриган сюда без бомбы пришел. Просто собрать информацию. Бимос выходит под флешку от Робса. Забирает Зена. Бомба стоит. 4 в 3. Рептейкать будет невероятно сложно. Ну, и опять же, есть ли смысл. Это сейв. И это пятнадцатый для Маузов. И вообще, за защиту один раунд, пока взяли игроки команды Готсон. Ну, пистолетка важнейшим была фактором. Ладно еще пистолетка. Форсбай не проиграть. Ну, да. То есть, выиграть, точнее. Форсбай этот было второй задачей. Ни с первой, ни со второй. Не справились. Ну, и, в общем-то, ситуация уже весьма-весьма тяжелая. Окей, они засейвят. Но, опять-таки, 9 маппоинтов отыграть против Моуспортс. Вспоминается мне турнир, который в Азии проходил. Моуспортс в полуфинале летели на Инферно 7-15 против Тайлух. И камбэкнули, и выиграли по итогу еще не то, что полуфинал, а весь турнир закрыт. Так, Ол, ты на месте? Это, правда, было не так давно? Ну, года два назад, наверное. Бласт хорош просто. Hello, darkness, smile. Да, 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 да. Ох, забавно. Бласт, конечно, продакшеном радует. Сливка в Орландо отправился. Через Оренбург. Так, Керриган умирает, но Бимас делает два фрага. И уже в большинстве находится Мауза, Мейден. Размена. Красиво, Крис-Джей, Бимас. Фройзен подгорает. Сможет ли добить? Нет, не получается. Не получается, в итоге Зен убивает Фрозена. Робс. Очень уверенно играет. Один в один. Один в один. Просто твой девайс против моего. Тут даже не в бомбе дело. Как бы, кто кого перестреляет, это, возможно, последний раунд будет. Получается! Одной пулькой Робсу все это дело закрыть. Ну, браво. Браво Мауза. Очень круто сыграна. Такая крутая, прям, уверенная карта Инферно получилась от электромышей. Очень легко. Под конец, конечно, первой половины Готсен дали надежду, да, что смогут еще побороться на вполне неплохом уровне. Там, добрали пять, но, опять-таки, пистолетку Мауз Спорт вообще без шансов забрали. Там, по позициям полностью переиграли. А что брать девайсное? Ну, один раунд получился на этом. Все, в принципе, игры не было. Вот Готсен, возможно, сказывается, конечно, замена. Кристал, я думаю, далеко не последнюю роль в команде исполнял. И вот Эмми приходит со своими какими-то пониманиями игры. И, ну, либо не подстроились, либо просто карта Инферно сейчас будет разогревочная. Уже более хороший контрстракт, друзья, мы посмотрим на карте Трейн. Начинать там Готсен будут за сторону Диффенс. А мы же уходим пока что на небольшую 10-минутную паузу. Так что вы далеко не расходитесь. Обязательно зовите друзей, родственников, соседей на трансляцию. Будем вместе смотреть и наслаждаться КСом. Ну, а пока что пауза. Продолжение следует...